Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий, я художник. Мы сегодня продолжаем с вами разбор эгрегириального влияния картин, наиболее мощных картин, положительно влияющих на людей. Сегодня у нас на очереди вновь Питер Пауль Рубинс и его картина, в моей воле интерпретации копии, под названием «Пир богов». Очень важная картина, очень интересная картина. В ней много аллегории, в ней много смысла, и очень важно, как понять вот этот смысл, и очень важно, какую информацию принесет эта картина в ваш дом, если вы захотите устроить ее в своем декоре квартиры или комнаты. Дорогие друзья, про аллегорическое информационное воздействие, а также эгрегриальное воздействие данной картины мы поговорим далее. Обнаружена эта картина Рубинса в 1960 году в Праге. Большое полотно является самым значительным примером сотрудничества Рубинса и его старшего коллеги Яна Брейгеля-старшего. Рубинс написал фигуры, а Брейгель – пейзаж. Сюжет взят из метаморфоз Авидия. Речной бог Ахиллой устраивает пир в честь Тесея и его спутников, возвращающихся в Афины. Искусствоведы долгое время не могли понять год, когда была написана данная картина Рубинса – пир богов на Олимпе или второе ее название – пир Ахиллоя. Разгадка так и не могла бы состояться, если бы не вмешательство в дело астрономов, которые высчитали, что персонажи на полотне расположены так же, как и небесные тела в 1602 году. Рубинс шифровал в своих картинах различную информацию. Мною были внесены существенные изменения только в оформлении сюжета, более яркие, праздничные краски. Сама же расстановка героев картины осталась неизменной. Стихи живой воды в нижней части картины, так же, как и декоративно выписанный багет, нанесенный акриловыми красками, являются дополнительными элементами, значительно улучшающие показатели восприятия. В эгрегорном аспекте предпочтительно иметь такую картину в роскошных домах, где создаваемая концентрация благополучия усиливается энергоинформационным фоном этого сюжета. Картина малого формата не рекомендуется, так как воспроизведение очень мощных энергий планет космоса, аллегорически изображенных на полотне в виде античных богов, не должно преуменьшаться в отображении художественного образа. Такая картина доставит владельцу энергию благополучия только на больших форматах. Субтитры создавал DimaTorzok